То, о чем я сегодня буду говорить, это странная, возникшая довольно давно, до сих пор нерешенная социальная теория и проблема о взаимоотношениях между миром повседневности и утопическим воображением. Между тем, что Вильям Джеймс в 21 главе своих принципов психологии называет «формалмот реалити» верховная реальность мира повседневной жизни и утопическими воззрениями, повествованиями, способом мышления. Я буду, с Вашего позволения, только показывать картинки и рассказывать бои. Это не должно хвататься больше 15 минут. Вы должны самому бояться, но это не должно. Все пронежали в этом трене, все же на ракете, в общем-то. Говорите, люди, которые выдержали два дня напряженных искусств. Нардашев. Что бы у нас народ тренировки, все вы делали. Пожалуйста. Окей. Топическое воображение – это довольно размытый концепт. С ним практически невозможно работать, и, несмотря на это, мы будем пытаться это делать и давать ему все более и более ограничивающие определения на протяжении следующих 15 минут. Собственно, интуитивно людям, которые живут в России, особенно в Москве, а также, везде, в Норильске, идеи утопического воображения интуитивно понятны. Особенно те, кто живут в Москве и имеют какое-то отношение к архитектурному делу и к утопленингу, они вдвойне должны понимать, что такое утопическое воображение. Ну, в частности, потому что, если вы взгляните на то, как выглядит, например, городом-ауропом Томаса Мора «Столица утопии», или «Икария» и «Тьяна Кабет», или план колонии «Новая гармония», созданный Рокертом Оуэном Штатов, а потом сравните с планами реконструкции Москвы, например, предложимым коллективом «Вопро» в 1932 году, или «Ле Корбюзье» в том же 1932 году, вы увидите много общего. В частности, 20-е годы и начало 30-х, конечно, считаются всплеском утопического воображения в архитектуре, и не только в московской, конечно же. Мы видим, да, прекрасно описанный процесс, сменные паттерны архитектурного мышления в 30-е годы. Мы видим короткий и до сих пор, кстати, непонятно, действительно ли это так, ренессанс утопического воображения в 60-е годы. Есть разные точки зрения от обсчитателей то, что происходит в этот момент в градостроительной политике изменения, возвращения утопизма. И, наконец, мы видим что-то, что отдаленно напоминает возвращение утопии и утопического взгляда. Сегодня, в последние несколько лет, когда новый форум утопизма, аналог, который мы найдем только в 20-е годы и в 90-е годы в России, возвращается, в том числе, в способы постановки архитектурных задач. Многие из вас, конечно, знают эту легенду, но я не могу удержаться и не рассказать ее еще раз, потому что, наверное, самое прецедентное, что произошло в российской архитектурной практике за последние годы, это бизнес-школа «Сколка». Легенда гласит, что Дэвид Аджайе, архитектор, и бизнес-пен Рубен Варданян, проведя долгие часы совместных консультаций о том, как должна выглядеть самая сильная школа в мире, пришли к следующей постановке задач. Что является наиболее значимым вкладом русской культуры в мировую? И как это должно быть отражено в плане здания? Пришли к выводу, что, конечно, это супрематизм у Малевича. Но интересно, как это было решено. Здание было построено и спроектировано таким образом, чтобы из космоса любой человек, зашедший на Google Earth, мог увидеть композицию Малевича. Таким образом, бизнес-школа «Сколково» построена не для человека, который в ней находится, и не для человека, который находится вблизи нее. Она построена для того, кто видит мазку со спутника или, наконец, с Google Earth. Вот эта Google Earth architecture, выстроенная в перспективе вездесущего наблюдателя, наблюдающего с высот... Интернет делает этого вездесущего наблюдателя очень дисперсным. Любой может встать, приучившись в Интернет. Вот это и есть возвращение утопического взгляда в архитектурную планету. Конечно, человек, который подходит к «Сколково», он не видит картины Малевича. Он видит это, и ему повезет, что, если он видит именно это, потому что он может видеть не только это. Тогда, когда он в него входит, он видит огромный бассейн, это первое, что встречается в этой школе. Он несколько минут ищет показатели, когда находит это, обнаруживает, что лекционная аудитория вообще находится на заблоком здания, поскольку они не составляют главную площадь. Вот ось на словах – это бассейн и гостиницы. Профессор Алан Кантеров, который вытяжил и преподавал там два года, в конце концов уехал со словами «я не могу преподавать в бизнес-школе», которая представляет собой бассейн и конференции залов. Поскольку те, кто планировали, гораздо больше занималось, что собой будет представлять это здание со спутника, чем что он будет собой представлять с точки зрения его непосредственных инфеританс, обитателей. Вот, собственно, вот эти две перспективы, перспектива взгляда со спутника и перспектива человека, который в нем находится – это, по большому счету, в каком-то смысле, и есть противопоставление перспективы повседневного мира и перспективы этапического воображения. Я попытаюсь далее зафиксировать базовые бинарные оппозиции, в которых такого рода противопоставление может быть описано. Ну, первое из них – это, конечно, предложенный Мишель Десерто, от которого нам никуда не деться, поскольку салфа-салфа проблема очень сильно связана с его именем. Это противопоставление между взглядом тела, между телесным и оптическим восприятием пространства. Аргумент Десерто всем многим хорошо известен, в связи с тем, что современный город организован вокруг оптических осей. Современный город – это, конечно, город охваченный с копической страстью, страстью к зрению. Это город, который предназначен для того, чтобы на него смотреть, а не к нему ходить. И хотя и дальше может быть накручено очень много интерпретаций, в частности, что великая ось Парижа от Тефанса до Аркия и далее до Луква на самом деле призвана скрыть поражение Франции во Второй мировой войне. Масса нарративов на эту тему. Но, тем не менее, Десерто в одну, наверное, и правда. Мы видим здесь очень сильную оптическую доминанту организации городского пространства, которая противостоит телесному, привычному восприятию пространства средневекового кодеку, который предполагает, что вы прямо перемещаетесь, обходя лужи с помоями, которые выливаются из окон, и никакой широкой перспективы вам при этом не открывается. Второе противопоставление – это противопоставление символического материала. Символическое измерение всегда является доминирующим для вышнего утописта. Утопист проектирует и осмысливает то, что видит, так как если бы все, находящееся перед ним, весь ландшафт представлял собой таблу расы. Его задача состоит лишь в том, чтобы наполнить эту таблу расы правильными символическими значениями. Здесь, конечно, тысячу раз критикованный и уже просто даже немножко неприлично возвращаться к этому сюжету с Бразилии, уже все от политических ученых, вроде Джима Скотта, и до семьюзиков, вроде Уберта, что-то про это написали. Но классический нарратив здесь именно такой. Вот есть символическое измерение. Масса символов накручена и придумана вокруг, понятно, и формы города, и размещение в нем конкретных орган-функций. Но далее все построено и начинается. Кто-то, кто его строил, не хотят уезжать. Вырастают бандеранты, слаус вокруг крыльев. Потом, кстати, что одни дома сдавали раньше, чем другие, поэтому в них жить можно, а в тех, которые нас сдавали в спешке, жить уже совсем нельзя. Что, в общем, как бы никакого равенства в супер-кватрос не получается, потому что всех держат только в режиме центра, потому что меньше времени на дорогу и так далее. Но мне кажется, что более интересно, с точки зрения противопоставления символического и материального, это исследование Бернера Петхарда в недавнем работе «Refzeit als Kultur», где он описывает, как именно происходило изменение архитектуры немецких судов по мере прихода к власти нацисты. Вернее, по мере того, как после прихода к власти они начинают менять в городскую среду. Как происходит расширение лестниц. Как символические элементы начинают преобразовывать конкретный материальный сеттинг взаимодействия. Вот это исследование, наверное, одно из наиболее интересных с точки зрения истории архитектуры, которое показывает, каким образом символическое измерение становится измерением геминирующим. Обобщая, можно сказать, что это противопоставление между двумя интуициями места. Для настоящего утописта место – это всегда что-то вроде веб-сайта. Его нужно спроектировать таким образом, чтобы не записались страницы, чтобы ссылки вели туда, куда нужно. И уже не его задача наполнять сайт контентом. Контентом это должны наполнять, в прошлом счёту, те, кто ответственен за идеологическую верность. Мы хорошо себя это знаем на примере ранней советской архитектуры. Для человека, который находится в мире повседневности, который погружён в рутинные повседневные практики, место не является сайтом. Место – это локал. Это место непосредственной взаимодействия. Что интересно, вот эти две интуиции – сайт и локэ – неразличимы в русском языке. Они обращаются одним и тем же словом. Место. Локус – это такое русское слово, что… Это просто наше истоно-русское лопынь. Это правда. Опять же, обобщая, принимаясь на следующем уровне абстракция, когда я обещал это не делать, мы можем выделить некоторые устойчивые фреймы утопического мышления и утопического воображения. Конечно же, центральным в этом способе мышления первым кодом здесь является рациональность. Причём рациональность универсальна. Рациональность непогрешима. Рациональность, которая, по большому счёту, только и обеспечивает возможность прогресса. Утопист всегда знает, что существует разум, и разум является источником критериев оценки того, что должно быть сделано с конкретным местом. Второе – универсальность. Утопическое воображение не мыслит конкретными, отдельными местами. Оно мыслит пространством, как в духе I am will – I am wrong. Единое пространство – единое горе. Универсальные пространства. Фуко бы немедленно добавил, что она не обязательно гомогенная и так далее. Но тем не менее, вот эта идея универсальности, она центральная для утопического воображения в нескольких отношениях. Одна из которых стоит в том, что утопия представляет собой ложный локал. Утопия, если мы почитаем классические утопические тексты, действительно локализована где-то на острове, и у нас есть, как мы знаем, из литературы по утопии остались довольно много классификаций. Утопии, обращенные в прошлое, утопии, которые сосуществуют в некотором параллельном мире, утопии, которые возникли позднее. Но все объединяют одно – они представляют собой эконом, общественные организации с точки зрения универсального разума. И именно поэтому они должны представлять собой конечную точку человеческой эволюции. Именно к этим островам, как метаполически выражается, всегда стремится человеческий дух. Потому что, понятно, там дальше будет цитата из «Оскара Уайлда» знаменитая, что карта, на которой не нанесена утопия – это карта мира, в которой не имеет смысла жить. В этом смысле, да, будучи, казалось бы, локальной, утопически, сообщества всегда претендуют на некоторую универсальную глобальность. Третья отличительная черта – это их конструктивистский, миллиаристский пакус. Пакус улучшения мира. На первый взгляд, утопия, да, этимологически – это не просто место, которого нет. Место, которого просто нет, но которое теоретически можно создать. Потому что одно, вы знаете, какое-то принципиальное различие у Платона между «бук-пон» и «мэк-пон». Да, это бытие, которого нет, и бытие, которого актуально отсутствует, и бытие, которого, в принципе, быть не может. Да, утопия – это пространство, которое невозможно, это невозможное место. Потому что, если бы это было место, которого нет, но которое потенциально возможно, оно называлось бы методом. Да, это разница примерно как между бесплодием и отсутствием беременности. Вот утопия – это принципиально, да, это конечное. Тем не менее, несмотря на это, на протяжении всей истории человечества мы видим непрерывные попытки реализации утопических проектов. И более того, утопические проекты изначально пишутся с тем, чтобы быть реализованы. Они всегда содержат в себе информативное изъявление. Мы видим даже на примере раннего утописта Петьяна Кабе, которая сначала пишет книгу «Икария», потом покупает в Соединенных Штатах кусок земли, собирает феномышленников и собирает их туда строить прекрасно правильное общество. Мы видим это на примере Роберта Оуэна, «Сиплокалния, новая гармония» и так далее и тому подобное. В этом смысле любой утопический текст содержится в очень сильных конструктивистских элементах. Когда Теодор Герцель пишет «Альт-Нойланд», то, что на русском языке точно «Старая и Новая Земля», это, конечно же, утопия. Утопия возрождения ее весь партилажный. Но, тем не менее, это утопия, которая содержится в конкретной рекомендации по построению такого рода идеального государства. Четвертое – то, что Карл Мангейм называет «трансцендентизмом». Собственно, Мангейм и мы обязаны понятием утопии как социологический концепт, концептом называется «социология знания», но он выделяет это очень четко и внятно прописывая, что утопия, глутопическое воображение всегда опирается на сильную титуцию трансцендентную, отсутствующую здесь и сейчас, почти сакральное измерение субспенции и термитратизм. Мангейм пишет «утопия – это то, что всегда трансцендирует на личное положение вещей». Утопия – это то, что всегда опирается на некоторое идеальное настроение, которое никоим образом в действительности обнаружено быть не может. И с этим связан пятый элемент, или пятый ход утопического воображения – это предельное недоверие к повседневному миру. Это предельное недоверие к эволюции. Все, что связано с обыденными повторяющимися рутинными практиками – это абсолютное зло в сознании какого нормального образца. Потому что именно в этом мире, да, собственно, и содержится все то, что он должен преобразовать и по-хорошему уничтожить. Вот если мы сейчас еще раз посмотрим… Ну, я просто помню в качестве примера того, что такое недоверие к повседневному миру. Он может принимать несколько разных измерений. Я бы выделил три модуса подобного рода недоверия. Первый – самый мягкий. Мы ему обязаны Максу Глеберу, который пишет… Он использует… Вот на английском, наверное, правильно перевести, как «insighted item» – «выхолощенная повседневность». Это альтагнифть, которая лишена трансцендентного измерения, которая лишена рефлексии, которая состоит из повторяющихся обыденных рутинных действий, из привычных объектов, которых мы даже по-настоящему не видим, просто просто привыкли видеть их руками. И поэтому, в принципе, говорит Вебер, никакой повседневности социальная теория заниматься не должна. Более жёсткий модус – это, конечно, модус классических футалистов, который исходит из того, что повседневность… Да, вот оно очень хорошо описано у русских писателей 20-х годов. Это синоним буржуазности. Да, это то, что должно быть преодолено, потому что оно позволяет вам не думать, знаете, как ты сказал, пребывая в состоянии гасимма. Но самый интересный модус – это, конечно, пройдён у марксистов, потому что, конечно, только им свойственен подобный замечательный ход мышления. Например, из Анарии Ферро. Вы смотрите на скамейку, стоящую в Централ Парке, и вам на какое-то время кажется, что скамейка спроектирована таким образом, чтобы вам было удобно на ней сидеть. Но на самом деле скамейки в Централ Парке спроектированы таким образом, чтобы вам уже не могли на них спать. И это изначальный заказ муниципалитета проектировщиков. Вы, говорит он, используя гениальную формулу «молчание пользователей пространства», «молчание видов». Вы понимаетесь этими скамейками и не понимаете их подлинной политической подопровки. В этом смысле любой everyday object по природе стоит политичек. Вам кажется, что это просто загородка, которая мешает вам пройти, куда вы хотите пройти, а на самом деле за ней стоит вся политика антитеррористической истерии. Вам кажется, что это просто агенты разгородили пространство стрелки, а на самом деле весь путинский режим в этот момент выпускает вас из себя. Фантастическая способность видеть политическое измерение повседневных объектов. Фантастическая способность обнаруживать вот там, где нормальный социальный теоретик, наверное, сказал, что иногда скамейки – это просто скамейки. Но нет, потому что требование утопического взгляда, в частности, означает, что все политично, в частности. И главное, что… Вот это очень важный момент. Повседневный мир вершел своей онтологии, своего онтологического приоритета. Для Уильяма Джерса это конечная реальность. Это реальность наших повседневных переживаний, восприятий, контактов, и отношений политических, и отношений контактов с физическими объектами. Это реальность, которая только является критерием мыстики. Нет ничего реальнее этого мира. Все остальное просто настройка – галлюцинация, теория, сон. Но нет. Те, кто понимают, что за всеми этими объектами, с которыми мы контактируем в повседневной жизни, стоит политическое измерение, никогда с этим не согласятся. Их задача, и в этом задача любой утопии – лишить повседневный мир его онтологического статуса. Что интересно, все эти элементы мы найдем в мышлении всей классической социологии. Начиная от одной из первых и самых мощных и влиятельных до сих пор утопии общественного договора, прежде всего, в той версии, которая предложена Тёмисом Горгсом. Мы найдем утопические коды у Конта, мы найдем его у Тёмиса, мы, конечно же, найдем его у Мангайпа, и, конечно, мы найдем… Да, и, наверное, последний, кого мы можем вспомнить в этом ряду – это Юрген Фибермас, который как раз накануне создания Евросоюза заявил, что история Европы закончилась, потому что исчерпанное утопическое воображение. Да, каждому из этих теоретических проектов можно задать вопросы, связанные с кодами и фреймами утопического воображения. И мы видим, что в каждом из них есть элементы, связанные с рациональностью. Да, у Горгса – это «ракторацию», которая только и позволяет преодолеть состояние войны всех против всех и прийти к более рационально устроенному обществу и так далее и тому подобное. В этом смысле, ранняя социология, я рискну сказать, что вся социологическая классика – это непосредственный наследник утопического воображения. Что ранняя социальная теория как раз исходит из того, что общество должно быть спроектировано одно преобразовало, в соответствии с тем проектом, который предложен. Социальная теория никогда изначально, в общем-то до сих пор, не ставит своей задачей познавать мир, который есть. Она ставит задачу проектировать тот мир, каким он должен быть. И поэтому очень забавен теоретический диалог. Для социального теоретика мысль о том, что город сам по себе диктует язык его описания, что Чикаго говорит, что его нужно описывать так, а Лос-Анджелес говорит, что его нужно описывать так, то есть, что сам язык описания является производной от самого объекта описания, выглядит странной. Для урбаниста выглядит странной идея о том, что языки описания и способы теоретического мышления могут, в принципе, никак не быть связаны с тем, что на них описывается. И, может быть, на этом вот самая интересная дискуссия. То есть, когда вы подавали на стрелке, социолог попадает в замечательную ситуацию, и в этом очередное время придется столкнуться с сильным онтологизмом архитектора. Архитектор верит, что объекты есть такие, какие они есть, и это конечная онтологическая реальность. А вы со своей социальной теорией должны улавливать ее изменения и вовремя их отражать. Но мы никогда не отражаем никаких социальных изменений, потому что изначально главная социологическая задача – это проектирование исследов подобного рода социальных измерений. Поэтому, если мы посмотрим на раннее критику утопического воображения, то оно строится из позиции антиутопии, то есть, по большому счету, того же самого утопического воображения. Мы читаем Райфа Дерендорфа с его требованием выйти из утопии, где он говорит, что вся утопия infected, вся социология заражена утопическим мышлением. Но потом мы видим, что он просто одному утопическому мышлению распространяет другую. Правильно. И так происходит примерно до 68-го года. В 68-м году что-то происходит в социальной теории. Происходит коренной разрыв между социальной теорией и утопическим воображением. Начинается, по сути, реванш повседневности. В 68-м году критика утопии обнаруживается совсем из других флангов. Она начинается не как критика антиутопическая, а как критика гетеротопическая. Появляются работы Фуко и прочее, прочее. Начинается то, что можно называть деутопизацией. Развитопизированная. Не знаю. В общем, начинается плавное, но планомерное выдавливание утопических способов мышления из социальной теории. Что интересно, психология у нас начнется то же самое. Потому что, просто так, на скидку, два из наиболее известных президентов Американской психологической ассоциации в 20-м веке были авторами КТУР. Это Беррис Скиннер с футурой Волден-2 и Абрахам Маслоу с футурой Волден-2. В этом смысле мы с психологами где-то рядом. В отличие от экономистов, у которых, словом, утопия всегда была матерна. Критико-эропическое воображение делается с двух сторон. С одной стороны, с эмпирической позицией мы получаем прекрасное направление, которое называется этнометодология. Эта методология эксплуатирует старый штамп фитгенштейновской философии, немножко неловко произносить это в присутствии Фарьер Молоча, связанная с противопоставлением формальной и практической рациональности. Есть формальная рациональность. И утопия – это, по большому счёту, квитэссенция формальной рациональности. Это то, каким образом мыслит человек, опирающийся не на восприятие повседневных своих практик, а на воображение. Вот, например, урбанист, когда он проектирует город, он исходит из некоторых идеализированных вещей. То есть практическая рациональность. Рациональность практических действий. Форма проста – есть язык и есть речь. И речь не имеет ничего общего с вами. Есть какие-то формальные правила. Но то, как мы говорим, никакого отношения не имеет к этим формальным правилам. Таким образом, вот этой идеальной системе формальной рациональности противопоставляется рациональность повседневных практик. Рациональность, не связанная с рефлексией. Рациональность, связанная, скорее, с привычкой. Старый концепт. Понятно, что в таком случае универсальность противопоставляется идея локальных практик как главного предмета изучения. Нас не интересует ничего вообще. Нас интересуют здесь и сейчас происходящие социальные взаимодействия. Происходит рефокусировка социологического взаимодействия. Соответственно, с философского фланга идея Мишеля Фуко с его противопоставлением утопии и гиператопии и противопоставлением трансцендентного способа мышления, опирающегося на интуитет, трансцендентизм, и манер. Потому что мы всегда смотрим, что здесь и сейчас. Нет никаких больших генерализаций. Вот этот тезис, который у этнометодологов связан с понятием «интексичность». Всякое действие, как и всякое выражение языки индексично. Оно имеет свой смысл в данном конкретном контексте. Вы вытаскиваете его из контекста, и оно теряет свой смысл. Топия – это попытка вытащить из контекста социальный. Поэтому сегодня, когда мы делаем исследование, я уже заканчиваю, мы всегда эксплуатируем эту формулу мыслей. Например, мы хотим узнать, как люди смотрят телевизор. Это наше исследование с 30 секунд первого. Это наше исследование с компанией «Медиалогия» «Левберна Групп», где мы хотели посмотреть, как люди на самом деле смотрят телевизор. Мы говорим, да, конечно, есть «пиплметры», есть формальные способы оценки, есть некоторые большие нарративы о том, что такое телесмотрение. Давайте посмотрим, как они на самом деле смотрят. Мы поставим камеры в домах, и мы увидим, что на самом деле они вообще не смотрят, несмотря на то, что он работает. когда они управляют почту, кормят ребенка и так далее. Мы смотрим, как люди перемещаются в публичных местах, и, например, как они пользуются банкоматом. Точно так же, как Люси Сачман в свое время открыла ксерокс, не в смысле она его открыла и закрыла, а в смысле она открыла, как на самом деле работает ксерокс, показав, что ничего из того, что думают о ксероксе разработчики, не имеет ничего общего с тем, как пользуется их повседневной жизнью. Мы можем показать это на примере банкомата. Как долго приживается функция заплатить через банкомат? Выставьте себе, достать из кошелька пачку денег и засунуть в черный удар. И мы смотрим, как люди перемещаются, и как банкомат в конструкции данного конкретного публичного места определяет, что собой это место представляет. Исследование, которое мы делали на Балканах, анализ того, как люди ведут себя на избирательных участках. В Албании, Арбате, Гостине и Герцеговине. Как размещение избирательных урн в пространстве избирательного участка влияет на исход выборов? Я, с вашим позволением, не буду углубляться в теорию фреймов. Это очень хочется. Ну или, например, то, что делают мои студенты в Одессе. Они анализируют, как живут в социальных практиках телефонные будки без телефона. Что происходит с телефонной будкой, когда телефона в ней нет? Опять же, она становится еще более функциональной. Вы говорите по-сотому, а вы заходите в телефонные будки, чтобы необычно. В этом смысле, может быть, стоит ставить телефонные будки без телефона сразу? Вот то, что называется «practice turn», «товорот к практике», это своего рода реванш повседневной жизни над утопическим воображением. И сегодня мы видим, как любая попытка начать социологическое рассуждение с фразы. Ну вот мы изучаем, скажем, нарративы менеджеров. Или мы изучаем планы города Утря. Или мы изучаем… И в этот момент, конечно же, самый сильный аргумент, который прозвучит, будет следующим. Но это все утопия. А посмотрите, как на самом деле идёт идёт. Как они на самом деле телек смотрят, на самом деле ходят по земле. Вот она подлинная реальность. Вот эта простая формула мысли не регитимна до 60-х годов. То есть повседневность, которая сегодня поступает чуть ли не последним критерием истинности, особенно для этой методологии, это изобретение 60-х. До этого социолог не мог так сказать. До этого, так могли сказать другие люди, но не социолог. И эта критика, конечно же, опирается на очень сильный тезис о том, что гетеротопия, вот это разнообразие повседневных практик – это всякая реализованная утопия. Только она реализуется, да, яркий пример из Бразилии. Тут же напрягают повседневные практики. Повседневные практики, там, спромные и всё, что с этим связано, трансформируют утопический проект этой неразноваемости. И потому… Вот этот ход мне всегда очень нравится. Именно гетеротопия является тем, что на самом деле стоит очень много. А вовсе нет утопических планов. Вот эта проблема, я уже заканчиваю… Вот это решение, которое так хорошо смотрелось в 70-е, когда социологи жизнерадостно эксплуатировали различия между формальной и практической рациональностью, показывая, чем на самом деле является социальная жизнь, вычистив из неё всё, что связано с практическим воображением, породило ещё больше проблем, чем решило. Потому что сегодня практически немыслимо социологическое исследование, в котором бы не использовалась эта безумная формула противопоставления языка и речи. Даже мои любимые исследователи «право» дошли до того, что «право» — это язык, а «право применения», то есть то, как на самом деле работает заказ, — это речь. Поэтому «право» не существует, а изучать нужно только практики того, как судебные приставы будут подавать. Вот это различие между… Да, то есть теперь уже социологи не изучают планы и проекты, они сразу смотрят, что с ними происходит, ну, например, со скобой. Оказывается, что пропасть между формальной и практической рациональностью, тем, что составляла повестку дня социологического исследования в начале 20-го века, и тем, что составляет её сегодня, оказывается, практически ничем не заполнена. И сегодня соединение утопического воображения и повседневного мира активно нуждается в новых языках описания, потому что то, что происходит, когда появляются различные формы виртуальных городов, вот это как раз Second Life, о котором говорил Юдек, или те города, о которых говорил Юдек, мы видим, что утопическое воображение просачивается в повседневный мир. И сегодня уже невозможно говорить о таком жёстком развлечении между утопией и повседневностью, говоря о том, что нет, это всё утопия, а мы занимаемся тем, как это всё на самом деле работает. Сегодня, пока утопическое воображение трансформировало наш повседневный мир, повседневный мир плавно трансформировал утопическое воображение. И сегодня, между ними, уже нет такого непрерывного антагонизма, и необязательно какое социологическое исследование должно строиться от того, как на самом деле происходит повседневный мир, или от того, как должно быть, исходя из классических нормативных конструкций. Это вначале нужно переосмыслить не только отношения между утопией повседневного мира, но и, собственно, то, что собой представляет сегодня этот повседневный мир, и что такое трансформированное человеческое воображение. И я, Бородич, почти уважился. Спасибо за много. Большое спасибо за замечательный доклад. Вообще-то, если мы заканчиваем немножко трансформирование. На подъёме профессионал Крещенко. Да, но у нас ещё 15-20 минут есть, я думаю, на дискуссии, и мне кажется, этот доклад построил серьёзную дискуссию. Так что, вопросы? Гляд, пожалуйста. Я хотела бы воспользоваться некоторыми из выражений, которые вы употребили в своей речи, и начать я хотела бы с такого вопроса. Когда вы выразительно предпоставили дизайнерный рископ сверху, вид сверху и вид земли, вы на самом деле что сделали? Мне хочется видеть, что, на самом деле, я хотел поставить дизайн про инспорт, который будет из космоса. Да. Я понял призыв к биологической рефлексии. Я скорее предположил в этот момент, что я создал теоретическую рамку, основанную на бинарной оппозиции между нервным миром и теоретическим образом. Это именно то противопоставление, которое нужно преодолеть. И до тех пор, пока мы его зафиксируем, как действительно актуальная, значимая, разрезающая, как ножом, весь способ пока мы не осознаем в своей теоретической и следовательской работе напряжения между формальной и практической профессиональностью, сама задача поиска языка, который бы снимал это противопротиворечие, бессмысленность. И чтобы его снять, вам надо поставить. Вот поэтому мы туда осколкиваем в службу. Попробуйте еще один маленький ответ. Сейчас вытянут саму пиара. Я сейчас вам приведу пример этих исследований, которые мы действительно проводим. Вот пример с исследованием в публичных местах и посмотрение, как люди вернут деньги из банкомата. Соответственно, какое место в установках вот этого социального теоризма, занимающегося по имущественному конструированию и очень настоящему по отношению к актуализации, какое место занимает армативность? То есть вы огорчаетесь, когда видите, что индивидуально, чем ее занимаются в публичных местах, для того, что они изликают деньги из банкомата. Понятно, зачем? Я жутко радуюсь, а... Я не понимаю. И есть что положить. Ваш призыв опять же услышан, но он нас доводит дальше в глухонной постемологии. Я тогда позволю себе 30 секунд постемологию. 30 секунд постемологический самообъективат. Понимаете, мы в любом случае занимаемся к конструированию. Вопрос в том, что мы признаемся, мы всегда в себе в этом, или мы думаем, что наши города нам говорят, как их описывают. То есть, если мы не сходим из позиции наидного реализма, что есть город, город устроен так, и то, что он так устроен, заставляет описывать его на языке марксизма или на языке социальной идеологии, тогда этот вопрос не возникает. Вопрос возникает в тот момент, когда мы говорим, что на самом деле антология и антологический статус, то есть то, что мы считаем конечной реальностью, это то, что мы сами атрибутируем в процессе построения сконологии. Мне кажется, что избежать антологизации, я не отношусь к тому, кто осторожно относится к антологизации. Наоборот, я считаю, что любой теоретический график так или иначе эту антологизацию задает. Нипа Услуна начинает свою работу с фразой сбит системы. Ну вот есть система, и все. Беттенштейн говорит скальный грунт. Вот моя лопата согнулась, и все. По этой же логике есть? По этой же логике мы можем сказать, что есть город, а только когда мы это сказали, мы в этот момент задали его антологический статус. Город есть, и город нам говорит. Вот то же самое с Вильямом Джемсоном, или то же самое с феноминологом. Когда они говорят, что есть, это он человек. Он есть. Это единственное, что есть. Все остальное – это конструкция. Все остальное – это нарратимы. Все остальное – это описание. Их единственным источником является взгляд на свой. Они производят операцию антологизации повседневного мира. Когда Вебер говорит, что есть лишь измерение смысла. Мир бытия не интересует социолога. Социолог должен заниматься смыслами и ценностями. Он вообще не должен заниматься тем, что находится в мире бытия. Это занимаются психология и физика. Дрес-экстенция и раз-копитанс. Они между собой делят мир бытия. А социолог занимается смыслами и ценностями. Он производит в этом смысле сильную антологизацию. Он говорит, есть смысл, и мы занимаемся смыслами. И несмотря на то, что это, в принципе, анти-антологическая теория, она производит свою образование. Она присваивает тренированность. Она проводит развлечения. Она говорит, что антологическим статусом обладает вот это. И в этом смысле, поэтому не возникает возможное сравнение теорий. Мы можем говорить, как интересно, армонистическая теория производит антологизацию горлов, конечной равности, городской новости. А социологическая теория производит антологизацию нормативного измерения. Именно нормы и именно нарративы – они реальны. Они действительны. Они источники кузальности. Именно там и им атрементируется причиненная сила, причиняющая силу. А все остальное форматируется из отдельной технологии. Вот это классический способ социологического судьбы. Спасибо. Еще вопросы к кому-то будут? Да. А вы утверждаете, что аутопическое мышление или аутопическое воображение – это всегда взгляд сверху, да? Правильно я вас поняла? А во всеми… А в общем, о вседневности… Я бы сказал чуть-чуть на стороне. …на уровне человека, взглядом человека. То есть, товаря взберяется, да? Ну вот именно в этой плоскости, плоскости, связанной с пространством и архитектурой, да? Да. То есть, потому что, конечно, моя задача – найти коды, которые делают возможным их взглядом. Потому что, например, Паперли – его блестящее исследование, показывающее, как меняется именно восприятие пространства. Меня больше интересуют, как меняются те языки, которые делают возможным либо одно, либо другое восприятие пространства. Да. Если бы не философия практики, если бы не не «practice term», если бы не невероятная популярность Эйнштейна, да, в послевоенной Европе, то сегодня мы бы не знали про этот повседневный соцсет. И сегодня взгляд… сегодня вот эта моя байка про то, что «А теперь посмотрите, как на самом деле выглядит «сколка».». Да, она бы не произвела никакого впечатления на аудитории, потому что кого интересует, как на самом деле? Вообще, у Малевича вот этой серии «Лерфы» и «Лерфы» и «Лерфы» и «Лерфы» и «Лерфы» – это именно взгляд сверху. Правда, этот взгляд – это как бы изображение карты, да? Как-то графических взглядов, если можно. В этом смысле, грубо говоря, это второе рождение 20-х годов. Эстетика 20-х годов получает второе дыхание благодаря возможности технически осуществить этот взгляд. И потом вот этот потрясающий фильм «Светлый путь», да? Где мы видим в Москву шедевр, да? Где «Лерфы» и «Лерфы» и «Лерфы» смотрит на Новую Москву. В общем, это тот же рельеф, который был в 20-е годы. К сожалению, здесь нет Наташи Самутиной. Она бы показала фильм «Новая Москва». Да, да. Но в «Новой Москве» все-таки это. Но ведь так. Там практически «Советский дефанс». Там практически «Советский дефанс». То есть перспектива… Я прошу прощения, я очень плохо разбираюсь с технику. Вот. То есть там вот примерно так только 30-е годы и «Сталинская Москва». Вопрос еще будут или нет? Микрофон? Угу. Такой вопрос. Какие формы «Утопия» приобретают в современном мире, ну, западном посланной мистичеством? Как она реализуется там в виде игры или еще в истории? Как вы думаете? Ну, давайте… Проблема в том, что… Да, давайте сейчас ограничим… Мне очень тяжело говорить за всю Одессу. Мне чуть легче говорить, например, про социальные агрессии, мою любимую теорию. А так там мы видим, что это противостояние «Утопия» и «Гитратопия», например, радикально решено в пользу гитратопического понятия «практики». Да? Разнообразные, разнородные, неконсистентные, хаотические, но в то же время упорядоченные повседневные действия, которые, в принципе, решают социальный мир утопического измерения. Не сложнее в этой архитектуре. Потому что то, что я вижу там, тем более от стрелки. Поэтому мне скажите, существует ли утопическое воображение в архитектурном решении, особенно на Западе, правильно? Ну, вот полчас приедет и спросит. Да. Или в Запад ходить. Да. Как раз то, что касается России, то мне здесь интересно, каким образом утопическое воображение превращается, например, в «Сопоставьте Сколково» и «Театр Советского». В чем тоталитарным утопием смотреть сверху, где красная звезда видна опять же самолетов. Позвольте себе политически некорректное высказание. Прелесть утопием не в том, что она тоталитарна. Она позволяет создать мир, как он есть. Но вообще-то тотальную архитектуру Баухауза и Вальтера Гробиуса не в Советском Союзе придумали. И в этом смысле тогда, конечно, самый тоталитарный город – Тель-Авив. Нет. В честности, потому что… В честности, потому что… У Инки тоже строят что-то, что видят только искусство. Нет. Это действительно не шевать. Мне тоже очень нравится этот нарратив, но я к этому не готов. Про Тель-Авив, кстати, на утопе «Герц Аль-Куэнл» наявив была переведена в Тель-Авив. Именно так правильно назвали город. Город назвали в честной тупой, в частности. Но там учитывают, что там яркое солнце. Поэтому все-таки здания строились не только с видом из космоса, но пониманием все-таки книгу. Что не учитывалось как раз в сталинской утопической модели, но что-то он показывал на риске в полной. Да, и виды от объемом города, Тель-Авива, в Куре-Авандале. Да, Ирлаван. Ирлаван. На масштабах, а Ола Стиве. Спасибо. В частности, люди, которые приехали из Одессы строить Тель-Авив, они не очень поняли, что делать с морем. И город построен так, хоть его там нет. Потому что море не вписывалось в концепцию. То есть это лишнее. А потом уже с следующего поколения, там архитектура школы Бетсалей, долго решала вопрос, как вписать, как соединить две стихи, городскую и море. Потому что мы же дними не боялись, что делать. Ну да, но они не решили, но это постфактурно. Хотя тоже, как они решили построить небоскрывы на плаже? Внимание, молодые или старые. И сейчас яху закрывают. Ну это очень постфактурно. То есть яху надо было еще захватить. Что сделать? Есть еще вопросы или комментарии? Может быть? Да, последний. Может ли искомый язык описания, исходящий из синтеза утопии повседневного взгляда, быть визуализирован, привлекая в качестве примера практики горожан, которые знают, что их город на следующий момент документируется с помощью Google Street View и занимающиеся разыгрыванием ситуации, или же знающие о том, предполагающие или знающие о том, что их город фотографируется спутником и будет спроектирован на Google View, занимаются ландертами. Уже принимаем во внимание задаваемые на уровне утопии вероятные условия повседневного действия. Мне это было не подходило. Спасибо вам. Огромному спасибо за замечательный доклад. Надеюсь, мы еще все доклады прочтем в виде книги и будет повод презентовать эту книгу здесь же в «Стрелке» и продолжить разговоры. Последние благодарности, самые жаркие. Во-первых, я хотела, прежде всего, поблагодарить нашего переводчика героического, который реально придал смысл всему нашему международному общению, иначе бы это было просто совершенно невозможно. Коллеги, я благодарю, действительно, всех участников наших партнеров. По-моему, это были прекрасные два дня. И я предлагаю как-то чаще встречаться в подобных же составах. И очень надеюсь, что те коллеги, которые первый раз приехали в Москву, захотят приехать еще раз. На конференции просто посмотреть в город и страну. И я надеюсь, что это будет очень способствовать развитию как теоретической урбанистики, так и культуры повседневности. Всем огромное спасибо. Следите за деятельностью ИГЛО, покупайте книги, читайте журналы. Это очень помогает существованию издательства. Извините. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОЕТ ВЕСЕЛА Мне очень молодцы! Всё! У меня в головы надо почти увидеть.